Вот что, на Днестре уже в 44-м году, в марте месяце, мы подошли вплотную к этому Днестру. И там, значит, кто-то, это в Альпах, в Карпатах, Закарпатская Украина, и кто-то посеял панику, что мы окружены, немцы будут нас уничтожать. Но некоторые слабые душонки, я сейчас помню, 360-й арт-дивизион, который был противотанковый, они сбросили с обрыва вместе со своими лошадями в ледяную воду в Днестр. Тут поднялась паника. Командир дивизии вызывает меня и говорит Красносельцеву, надо идти на правую сторону Днестра и уточнить, есть ли там действительно фашисты. И когда мы, значит, в марте месяце начали разливаться, льдины пошли, вода ледяная всё, а зачем переправляться? Он говорит, сбивайте плот, и на плоту как-то надо перебраться на правую сторону. Ну, мы сбили там несколько лотенец, сбили, а нашли верёвки, связали. И когда мы сделали этот плот, материал был сухой, а когда окунулись в воду, материал стал намокать, и наш плот пошёл ко дну. Мы тогда пересели на льдину. Нашу льдину несёт в сторону к немцам. Немцы понизу, внизу, там внизу занимают оборону. И в это время налетает на нашу льдину другая льдина. А прокидывая нашу льдину, мы все попали в ледяную воду. Радист с нами был, пошёл сразу ко дну. Вот потом ещё кто-то плохо плавал. Ну, у нас один был коренной, как говорится, потомственный моряк, Юра Рассовский был. Он, нас, мы карабкаемся на льдину, никак, мы одежда, никак не можем вылезти. Ну, всё-таки, а нас было 8 человек. Трое сразу ушли, нас осталось 5 человек. Вытащил нас на эту льдину. И нашу льдину снова тащит к немцам. И тут налетает другая льдина, и раз её затор. И она остановилась. Мы мокрые. Вода ледяная. На кутру пошёл мороз. Стало подмораживать на нас всё. Там на правой стороне был стожок сена. Мы зашли в этот стожок сена. Почему, я говорю, с чудом остался жив? Если бы не вот это, Юра Рассовский, нас не вытащил, мы бы все пошли под эту льдину. Но мы выжили. Приходим, один, там были два человека, нас были украинцы. Они на украинском языке разговаривали. И пошли туда узнать на украинском языке, что там, есть ли тут немцы. Они приходят туда. Там одна молодичка жила, и старый человек жил в дому. А там хуторная система. Вот один дом, потом другой там разброшенный. Они, эта девица говорит, а у нас нема немцев не было. И нема у нас немцев. Ну, а уже дивизия тронулась в другое направление. Мы остались на правом берегу. И вот мы тогда ушли уже в тыл к немцам. И аграции у нас нету, сообщить нам было нечем. И мы тогда по тылу немецкой, по тылу немцев ходили там, добывали сведения, как могли, так и все. И потом, в конце концов, дней через 20-30 мы соединились, что и мы сказали. Другое положение было. На озере Болотон. Я штурмовал город Будапешт, а после Будапешта там немцы отступали, сели на пароход и хотели по Болотону махнуть туда. Но их там всех утопили. И вот мы подошли вплотную к этому сараю, а там были окопы какие-то, кто-то там копал, не знаю. А там был замаскирован фашистский танк, тигр был. И он нас обнаружил. Мы стоим окопы, он как врезал по нашему бруссеру. Бруссер, мы положили, и я чувствую, задыхаюсь. Меня землей завалило. Ну там ребята меня откопали. Ну все-таки я остался жив. И много других. Другой случай был в самом Будапеште. Я из угла вышел. И смотрю, немец за второго угла выходит. Я на его крышу, халь, он сразу автомат бросил. Я очередь дал. Я его схватил, этого фашиста. Думаю, ну куда его девать? Надо его куда-то там. Все. А потом передал я его солдатам. Говорю, отведите его в воинскую часть. А у нас была другая задача. Задача была, нам нужно было вот это из кеземата. В этом Будде. Там два города. Почему он называется? Будда и Пес. В Будде там был парламент этого правительства. А там кезематы в подвалах были. И там захоронились вот эти, спрятали все генералы, все старые большие начальники. Их надо было выковыривать оттуда. И мы их оттуда из этого подвала выковыривали. Вот такие дела. Так что много случаев таких неожиданных. Было чудом, как говорится, я и чудом остался жив. Вот так вот такие дела, Димочка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...